Здравствуйте. Скажу, что происходит на поле хобби и досуга в нашем издательстве. Что происходило, происходит и, надеюсь, будет происходить. Значит, сначала я хочу остановиться на... Секунду ли стоит ли? Снова не видно. Кому не видно, обновите странички. Может быть, тяжеловатые картинки, я не знаю, почему не видно. Все в порядке теперь? Ну, все. Тогда я начинаю. Так, мне немножко переставили здесь слайды, поэтому я буду ориентироваться по ходу. Значит, одна из основных у нас сейчас серий идет. Это... Так, секундочку, я попробую здесь. У меня слайды перепутались, прошу прощения. Сейчас я найду нужный. Вообще ничего не листает. Значит, сначала я скажу об основных тематиках и сериях своих. И, исходя из этого, уже пойдем дальше. Значит, в направлении хобби и досуг основное у нас три тематики основные. Это рукоделие, книги для детей и рисование для взрослых. В рукоделии две основные серии. Серия «Ручная работа» и серия «Своими руками». В книгах для детей сейчас у нас есть книги в серии «Художественная мастерская» и серия «Вы и ваш ребенок». Ну и одна из ведущих сейчас тема – это рисование для взрослых. Серия «Антистресс-рисование». Потихонечку мы обо всех поговорим. Сначала я скажу о книгах, которые вышли и которые, в общем-то, ключевые проекты. Это книга Мудрагель, Лидии Мудрагель, нашего ведущего автора, который, в общем-то, прекрасно освещает тему кукол и плюшевых всяких зверей. Это «Плюшевые звери своими руками». Книга интересна вот чем. На рынке существует большой дефицит авторских выкроек, игрушек плюшевых. Особенно, скажем так, мастеров с именем. Вот в этой книге собраны практически все мастера с именами, которых знают, которых ждут. Именно с выкроеками совершенно, по-моему, удивительно обаятельных, коллекционных, авторских, высочайшего уровня игрушек. Это звери. Это не только мишки, это звери самые разные вплоть до коровы. На мой взгляд, книжка визуально очень интересная. И не только визуально ее ждут, судя по отзывам, она долгожданная. Ну и плюс еще одна книжка нашего топового автора Елены Смирновой. «Вылочные звери. Сухой валяние шерсти». Тут особо, наверное, говорить долго не надо. Просто очень симпатичный объект, автор которого тоже все на рынке знают. И по валянию, наверное, это автор номер один на рынке. Просто хотелось обратить внимание на то, что эти книжки есть. Дальше. Я не знаю, почему. А, ну да, это книги серии «Ручная работа». Они все имеют одинаковые параметры. Это 128 страниц, большой формат и цена в районе 380-390 рублей. Значит, следующая книга серии, она выйдет у нас в 2016 году. Это книга Алены Амфт, авторские куклы «Реборн». Ну, наверное, по картинкам видно, обложки пока нет. Что это такое очень интересное направление. Это куклы, точные копии реальных младенцев. Направление это зародилось с того, что таких кукол начали делать для бездетных семей. Их заказывали именно бездетные люди. Ну, вот копия младенцев, конечно, трагическая история. Сейчас это просто очень модное, очень такое продвинутое направление. Если посмотреть на выставки рукодельные, то и кукольные международные, то этот раздел, он на особом месте, в общем, вызывает некоторый трепет, но тем не менее и огромное внимание привлекает. У нас автор дает подробнейший мастер-класс по изготовлению такой куклы самостоятельно. И, в общем-то, получается, что это не так уж и страшно и сложно, как кажется. Но, тем не менее, это очень интересно. И в книге очень большая авторская галерея. Ее даже просматривать интересно. Следующая книга. Серия ручная работа. Это Оксана Скверенко. Куклы и мягкие игрушки из денима. Тоже шитье мягких игрушек из джинсовой ткани. Можно из новой, можно из старой. Книжка очень стильная. Получается очень красивый макет. Такой лаконично-современный. Я думаю, что она будет востребована на рынке. Пока обложки нет, тоже показываю только картинки. Но, тем не менее, мне кажется, они очень милые. Очень интересная книга Ирины Вдовиной. Современный докупаж в декоре интерьера. От простого к сложному. Чем она отличается от, в общем-то, множества книг на рынке по докупажу. Во-первых, само направление очень и очень и очень востребованное. Судя по выставкам и по интернету, все знают, что докупаж – один из самых востребованных видов рукоделия. Во-вторых, автор – это декоратор мирового уровня. Это очень высокого класса декоратор, у которой есть своя студия «Пастораль». Она училась в международной школе дизайна и ведет мастер-классы не только в России, но и в Италии. На многих выставках. В общем, это очень именитый такой человек в этом роде. Плюс, чем отличается эта книга? Во-первых, очень красивые иллюстрации, красивейшая работа, очень современная. Во-вторых, подробно и, скажем так, на очень современном уровне. Это не то, что вот просто взяли, сели, поделочку сделали и пошли. Это очень серьезного уровня работы, но при этом очень легко написанная и просто показанная. Плюс, там сочетание с другими декоративными техниками. Декупаж сочетается с позолотой, с какими-то интересными другими декораторскими приемами, состариванием и так далее. Получаются работы в очень разных стилях, но все они просто суперсовременные. Это то, что сейчас на рынке, на самом пике. Вот мы можем увидеть, тут на ткани есть декупаж. Его практически нигде не показывают, ни в одной книге. У нас есть мастер-класс, это очень интересно. Ну и плюс к этому достаточно интересные и красивые объекты. Книга выйдет в 2016. Слово Лидия Мудрагель. Тоже книга, собственно говоря, ее появление спровоцировал сам рынок. Потому что книг по куклам, в общем-то, достаточное количество. Книг по одежде для кукол практически нет. Книги по куклам не вмещают такой раздел в силу объема. И если он и есть, то он очень маленький. Без выкроек. Поэтому тут просто и мастера, и начинающие очень-очень этого ждали. Тут выкроеки в натуральную величину. И абсолютно все виды одежды, включая верхнюю одежду, даже пальто, платье, костюмы, головные уборы, обувь, нижнее белье. То есть все-все, даже обувь для куклы, причем как антикварной, так и современной. Все-все в этой книге с мастер-классами подробными. Ну и автор тоже достаточно известный на рынке. Думаю, книга будет очень успешная. В 2016 год тоже. Я думаю, может быть, если по ходу какие-то вопросы, может быть, их сразу писать, чтобы потом не возвращаться. Вот, сейчас в печать ушла книга. Мы начинаем серию своими руками. Обзор серии. Вышла книжка «Модная одежда для текстильной куклы». Ушла в печать, то есть ждем ее. Выйдет она в ноябре. Как видно по обложке, это книга по кукле Тильда. Там есть урок по созданию как самой куклы Тильда, так и по одежде. По сезонам. Несколько моделей одежды, достаточно современных, тоже с выкройками в натуральную величину. Ну, наверное, объяснять, почему в названии нет слова Тильда, не надо. Но, по сути, это книга по кукле Тильда. Думаю, что тут проблем не должно быть с тем, чтобы ее опознать по обложке даже. Книжка очень красиво сделана. Автор постаралась и с моделями, и со съемкой. Поэтому очень милая и симпатичная. Ее приятно держать в руках. Она небольшого объема, 64 странички, в мягкой обложке. И стоит она 149 рублей. Очень мы ее ждем. Тоже книжка серии «Своими руками». Пряничные малыши шьем и играем. Будет она достаточно скоро. У нас в декабре 2015 уже. Очень симпатичные, милые объекты, красивые такие куколки. Не знаю, как назвать куколки, зверюшки. По сути, это чердачная кукла. У нас уже были книжки по чердачной кукле. То есть это такие фигурки, которые приятно пахнут ванилью, корицей, специями и так далее. Кроме того, их легко сделать. И они очень так тепло и уютно выглядят, я бы сказала. Ну и плюс авторские стили здесь тоже прослеживаются. Они такие достаточно своеобразные и обаятельные. Книжка с подробными мастер-классами. В общем-то, рассчитанная более на семейное творчество. Можно заниматься этим с малышами. Для этого там есть и стишки какие-то. То есть мама в процессе может ребенку там что-то рассказать. Может сама сделать для малыша. Все достаточно просто, понятно и красиво. Стильный сделан. Еще одна книжка по такому же, ну скажем так, уровню рукоделия. Либо это семейное творчество, либо мама делает для ребенка. Для рукодельной мамы, которая не очень, скажем так, продвинутая. Обычная женщина, которая может что-то делать руками. Это достаточно простое рукоделие. Это игрушки из помпонов. Все знают, наверное, как их делать. Это просто и тоже можно заниматься с малышом. Игрушки яркие, красивые. Автор постарался, отрисовала нам фоны. Красивые такие, яркие, необычные. Поэтому надеюсь, что книжка будет эффектный. Объем у нее тоже 64 странички. Она недорогая, в мягкой обложке. Но, тем не менее, милая, симпатичная. Да, что отличает еще эти книги, они не требуют практически никаких затрат на материалы. Поэтому я думаю, что популярность их еще и этим будет плюсоваться. Еще одна книга Оксаны Скляренко. Забавные игрушки своими руками. Чем она интересна? Параметры у нее те же, в мягкой обложке. Но она интересна своими объектами. Наверное, это первая книжка будет на рынке, где сочетается сразу несколько техник. То есть это шитая игрушка, плюс вылепленная личика у нее. И плюс к тому, в этой книжке есть еще схема и мастер-класс по изготовлению мебели, домиков и всяческих аксессуаров, включая там желуди, вот как мы здесь видим. Там чашечки, полочки, кроватки и так далее. Все это в развертках. Все это, то есть любой человек может это легко сделать из каких-то обрезков. Картона, простой полимерной глины и так далее. Не требует никаких обжигов и так далее. Но очень-очень обаятельные такие вот ребята получаются. Все книжки, о которых я говорила, это в основе их мастер-класса. Очень подробные, очень простые в изложении и красиво иллюстрированные. Ну и технологии тоже достаточно, мы стараемся подбирать простые, ну кроме реборных, наверное. Мы переходим к тематике книги для детей. И у нас первая книга из серии «Художественная мастерская». Это книга очень похожая, но уже известные нам все книги «Арт-клаб» серии. Но это наш отечественный автор, который живет в Германии. И у нее своя авторская методика преподавания рисования для детей, которая уже там достаточно, скажем так, известна в Германии. Вот она захотела принести это в Россию и создала такую книжку, где 55 креативных уроков, совершенно необычных, по рисованию. Книга называется «Учимся рисовать», но используются там абсолютно разные техники. Практически все техники, какие существуют и которые ребенок может освоить, в каждом из этих мастер-классов показывают с использованием и пластилина, и бумаги, элементов квиллинга, и любых красок, и чего угодно. Кроме того, там есть такие отсылки к художественным галереям, к различным стилям. Очень просто объясняется, чем отличается один стиль от другого. Такое первоначальное знакомство ребенка с художниками великими, которые работали в том или ином стиле. Ну и просто она очень красиво нарисована. Автор нам делал такой пробный макет красивый свой. Мы постарались сохранить его максимально при верстке этой книжки. Она получилась очень эффектной. Мне кажется, просто хочется взять и порисовать даже в другом. Она рассчитана на детишек школьного, скорее возраста, младшего школьного, до среднего. Она достаточно объемная, в ней 144 странички. И стоить она будет 320 рублей у нас. Квадратного формата, очень такого современного европейского вида книжка. Так, выйдет она у нас в декабре, судя по всему, я не вижу. Загорожена. Еще одна книжка в тематике книги для детей. Это книжка в серии «Вы и ваш ребенок», но она тоже посвящена рисованию. Это книжка Натальи Радной «Рисование для самых маленьких». Опять же, чем она отличается от других книжек по рисованию, что здесь ребенок рисует не просто красками и кисточкой, он рисует абсолютно всем, что ему под руку попадет. То есть, вот что найдет. Это может быть пробка, это может быть кусочек яблока даже. Это может быть зубная щетка, кусок мочалки. Ну, то есть, вот абсолютно все. Соответственно, очень простые объекты рассчитаны на самых маленьких. И ребенок, в общем-то, цель этой книжки была в том, чтобы пробудить фантазию, то есть, чтобы ребенок видел, что любой предмет может использоваться для создания какого-то креатива. Это достаточно такое ключевое умение в развитии творческих способностей любого ребенка, поэтому я думаю, что книжка будет яркой и очень полезной. для малышей. Ну, судя по объектам, здесь видно, вот на нижней картинке, например, стебли с людьми деревьев. Ребенок рисует ими, вот эту рыбку. По-моему, это очень интересно. Вот. Сейчас мы переходим к тематике рисования для взрослых и серии книг антистресс рисования. В нашей редакции, в этой серии работает один автор, который уже вот с того времени, как вышла первая книжка, стал практически топовым. Те книги, которые вышли, пользуются просто вот, мы даже не ожидали, каким успехом. Мы прилагаем к этому достаточные усилия. У нас постоянно проходят какие-то презентации, мастер-классы. И, в общем, они уже стали такими культовыми немножко вот эти книжки, стильными и модными. Те, что вышли, книжки, вот на этом слайде показаны. Это «Волшебный лес», «Загадочный океан», «Этнические орнаменты и узоры». Пока я готовила презентацию, вышла еще одна книжка, я ее покажу. Вот, по-моему, она на следующей страничке, могу сразу показать. Да, вот она. «Эльфа-дракона-тролли», она тоже уже в продаже. На ее примере я вот сейчас расскажу немножко, здесь так показано, что можно понять, в чем, собственно говоря, уникальность этих книжек. Мы с этим автором разработали, придумали совершенно уникальную систему «Один день и один зиндугл», назвали ее. Эти книжки, несмотря на то, что они небольшие и недорогие, они не просто раскраски, как большинство книг на рынке сейчас находятся у нас. Эта книжка учит рисовать зиндуглу, причем учит людей, которые вообще рисовать не умеют, абсолютно с нуля. И учит она не словами, там слов практически нет никаких, а именно этой своей системой. Что мы сделали? Мы даем авторский рисунок на каждом развороте. Всего там 30 разворотов, на каждый день один разворот в месяц. На этом развороте авторский рисунок довольно-таки интересный, с узнаваемой стилистикой. Опять же, в отличие от других книг Озин Дудлом, если кто-то интересовался и видел, они отрисованы вручную, поэтому они сохраняют вот эту вот такую ручную работу, стиль ручной работы, неровность линий, невыглаженность линий на компьютере. И это дает им еще одно преимущество, как нам люди говорили на мастер-классах, вообще на презентациях, их преимущество в том, что когда человек начинает в этом рисовать, его рисунок сливается с авторской линией, и он через 15 минут возвращается и говорит, «Боже, неужели это я нарисовал?» То есть не видно, где авторская линия, где моя, и, соответственно, дает еще как бы такое самоосознание, еще один большой плюс. То есть он как бы не зарисовывает чужое, а создает свое. Да, и вернемся к системе. Значит, это авторский рисунок на одной стороне, на другой стороне силуэт того же самого рисунка. Человек может начать зарисовывать его, пользуясь вот этими квадратиками-паттернами, которые находятся наверху, как мы видим в клеточках. Это, по сути, подсказка. Не обязательно пользоваться даже теми паттернами, которые на этой страничке. Паттернов на каждой странице много. И, соответственно, можно выбрать совершенно любой и создавать рисунок свой, не обязательно точно такой же. Ну, в этом силуэте. По опыту люди рисуют, начинают рисовать по этим паттернам, пока еще боятся, пока еще не понимают. Где-то на середине рисунка уже начинается фантазия, и люди уже делают то, что хотят там самостоятельно. Плюс мы все это нарисовали, и теперь у нас есть возможность закрасить эту картинку, раскрасить, взять фломастеры, краски, карандаши. Причем не в одном варианте, а в двух. Мы можем в одном варианте раскрасить авторский рисунок, и во втором варианте раскрасить то, что у нас получилось. То есть книга получилась очень емкая, несмотря на маленький объем, с ней можно работать месяц и больше. И люди подсаживаются конкретно, ждут следующую, судя по отзывам, если почитать в алберинте, просто вот уже у нас свои фанаты, они ждут следующих книг. Мы собираемся продолжать, и у нас в планах еще несколько книжек. Темы... Сейчас у меня слайд откроется. К этому я вернусь. Здесь озвучены темы, которые будут. Это будут бабочки, пчелы, ящерицы, буквы, цифры, знаки и Африка. Сейчас у нас в работе книга «Фантастический город один день, один зиндудл». Она вот-вот будет сдана тоже в производство. Я думаю, что где-то в неделю через день мы с ней закончим. Тут представлены вот картинки в нее. Плюс я хочу представить, что чего еще на российском рынке не было. Наверное, все знают два супер-бестселлера от Жанны Бекфорд. По-моему, она называется «Фантастический лес» и какой-то там волшебный сад. Это большого формата подарочные книги с раскраски, с зиндудловыми картинками. В них есть загадки, шарады и так далее. По большей части, это, конечно, книги подарочные. Они выглядят дорого, красиво, необычно, с золотом и пользуются большой популярностью как за рубежом, так и у нас, где их выписывают издательства «Калибри». Мы решили, поскольку у нас накопился большой контент уже по очень красивых авторских рисунках, пойти тем же путем и сделать большую, красивую, роскошную книгу к Новому году и вообще ко всем праздникам. раскраску, вот такую вот. Тут примерный вид обложки, потому что, когда я делала презентацию, обложка еще готовилась. Сейчас уже сдана отмечать эта книга. Она будет иметь объем 96 страниц, достаточно большой формат, в твердой обложке, с золотом, ну, очень красивая, на мой взгляд. И, в общем-то, не очень высокая для таких параметров цена 230 рублей. В этой книжке будет единый сюжет. Там есть карта, там есть, ну, скажем, такой заход, интрига. На этой карте размечены, скажем так, загадки и ребусы, которые надо по ходу раскрашивания этих рисунков отгадывать, находить там предметы, находить сюжеты, именно связанные вот с таким сказочным сюжетом. По сути, это такая сказка для взрослых. И в конце будет тоже карта, будут ответы, и на этой карте человек уже получает результат. Он как бы вживается, он входит в этот мир вместе с автором. И, я надеюсь, выйдет из него с морем удовольствия. Поэтому, думаю, подарок будет замечательный. Очень ждем эту книжку. Про это я уже рассказала. Ну, и, наверное, это все проекты, о которых я хотела рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, намеренно ли мы сделали? Скажем так, мы сделали обложку, ну, да, мы взяли формат, точно такой же формат, и, ну, скажем так, физические параметры обложки и некоторые элементы стиля. Потому что задача была встать рядом. На рынке сейчас две книги. Вот сейчас в октябре, по-моему, уже вышла третья, или выходит в калибре, Джана Бекфорд. Больше таких книг на рынке нет. Нам хотелось встать рядом. Но наша книга очень сильно отличается по стилистике, в том числе и обложке. Наверное, все заметили, что она совершенно другая. Ну, скажем так, мы используем те же материалы и тот же формат, но это абсолютно другая стилистика. Она очень узнаваемая, автор тоже уже узнаваемый. Поэтому я не вижу здесь каких-то таких прямых отсылок, кроме внешнего сходства, небольшого. Я думаю, да, это было продумано. Это была такая идея. Еще есть вопросы? Да, и обложка не под калибри, а обложка под оригинал импортный, скажем так, который известен во всем мире. Ну, все, наверное, тогда я прощаюсь. Всего доброго, коллеги. Спасибо, пожалуйста. Спасибо.